Сохранить молодежь и развить высшую школу в Нижнем Тагиле – такую задачу ставит перед собой Владислав Пинаев. Об этом временно исполняющий полномочия главы города заявил в эфире программы «Неделя в Тагиле». Студенческий городок, объединяющий три тагильских вуза, может появиться на берегу пруда за зданием социально-педагогического института. Образовательный кластер будет включать в себя жилые корпуса, зону для размещения студенческого и преподавательского состава и современный учебный комплекс. Современная молодежь она другая, понимаете, вот даже смотря на своих детей, я смотрю у них, мыслят они по-другому. И действительно у них сегодня вызов такой, что им они требуют себе что-то нового и современного. Вот на встрече с почетными гражданами я задал вопрос, а кто оканчивал вузы, которые на сегодня здесь находятся? И вот действительно большинство подняло руки и ГТМ оканчивали. Можно проводить их модернизацию. Учебный процесс в вузах я не сомневаюсь. Учебный процесс будет выстроен так, на самом современном, хорошем уровне. Но нужна инфраструктура. Нужно то, что сохранит студента здесь. Он не уедет в какие-то другие города, либо в Екатеринбург, а останется, не просто останется в Нижнем Тагиле. Хотелось бы, чтобы к нам приехали учиться. А для этого, еще раз говорю, глубокое мое убеждение, нужны новые здания, новые корпуса и новое общежитие. Но только современные, не знаю, с современными кафе-молодежными, которые бы были внутри всего комплекса, с зонами Wi-Fi, с, не знаю, собственным пляжем. Это должна быть обособленная территория, вот охраняемая территория, где могли бы себя чувствовать все комфортно, достаточно. И территория, где, в принципе, кому-либо поступившему студенту, выходить-то и теоретически не надо было из территории. Она должна была оборудована всем. Все задуманное чиновники сейчас излагают на бумаге. В сентябре планируется выездное совещание на месте будущего студенческого городка.